И добро пожаловать в представитель Хабаровска! Опрос еще гладиатор Алексей Павл-Путников! 65-700! А вот и его соперник из Грозного! Встречайте! Сам вам слой! Шамал Таин! Субтитры создавал DimaTorzok Я участвовал в близких поединков, в победе, разденном решении судей Скажи, как это повлияло на бой на строй? Было ли желание за это уроки не ширивать, задавать все руки судей? У меня всегда такое желание, чтобы бой не проходил полностью бой И проходил на судей Так как оппозиция у меня всегда, я считаю, самая высокая Поэтому Бои, получается, проходить всю дистанцию Сейчас, конечно же, опять я готов И я буду завтра стараться закончить бой досрочно Но Подозреваю, что Тоже был все три раунда Поэтому я на это готов Там же посмотрим, когда это сложится После боя с Би Морзаевым Ты несколько раз изъявлял желание подраться И Салман уже не уверен Почему им на этот соперник Просто Во-первых, посмотреть по рейтингу То есть остальные бойцы все заняты Кто выше меня Кто ниже меня Ну, по рейтингу Я просто никого не рассматривал А смотрел, кто выше меня есть То есть Салман Самый такой подходящий был вариант для меня Во всяком случае Вот Либо провести реванш с Апти Вот Апти сказал, что реванш не будет А с Салманом В итоге, как бы, получилось договориться о бои Плюс По стилю Я думаю, что мы друг другу подходим И за это получится Ну, хороший бой Поэтому, в принципе, и все Несмотря на то, что Вы из серии подходите По-моему У тебя были комментарии По поводу того, что Салман Не будет избегать На стойке И Лезет бороться Можешь как бы Такого точно не было, что будет избегать А Было бы и слова, что у него есть По-любому будет план Не будет просто за рубой А будет план По которому будет действовать И он будет связан с борьбой Однозначно Вот Но при этом Салман давно в своих боях не боролся То есть он проводит бои в стойке Поэтому я думаю, что стойка будет преимущественно Но Салман будет делать стапку все равно А забирать раунды Переводить То есть это его план У нас немножко другой план Итак, знакомьтесь Поец в синем углу Ему 28 лет Рост 167 сантиметров Вес 65,7 килограмма В его активе 29 побед 6 поражений И его сильударная техника Дамы и господа Из Хабаровска Из Хабаровска Приветствуйте Алексей Гладиатор Пол Путников Его соперник в красном углу клетки Ему 31 год Рост 172 сантиметра Вес 66,2 килограмма Его профессиональный рекорд 17 побед 2 поражения И его стиль МВ Дамы и господа Из красного Вот он Салман Злой Жамалдаев Рефери воединка Максим Протасов Алексей Пол Путников Салман Жамалдаев Опять же видим Разница в размахе рук На стороне Жамалдаева Есть небольшая разница в росте Помладше Пол Путников 3 года Поехали Всегда гораздо более атлетично Своих соперников Выглядит Алексей Но для Салмана Жамалдаева Это в общем-то Не самый Важный аргумент Очень стойкий спортсмен Очень много может Принять на себя ударов Опять же мы Берем отсылку В поединке с Балаевым Настоящая мясорубка была Но никоим образом Ничего не смутило тогда Ну и с Фройсом Противостояние Годичной давности В концовке Поединка Фройс мог даже Сломать ногу Салман Жамалдаеву Но тот не постучал Кричал От боли Но не стучал Дотерпел На самом деле Фантастическая Тогда была Концовка И Салман Действительно Без сомнений Очень стойкий парень Характерный Заставить его Сдаться Очень Пока что ни у кого Не получал Алексей Полкутников Также Принимал Участие В турнирах По Панкротеону Здесь Неудачное попадание В глаз Готов Салман Продолжать Бюдер По перчаткам Поехали Попа 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 Поп 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 Полную силу, скажем так, в последние мгновения раунда. Прошу Мактолу оверхенд. Салман и еще попытка джеба. Салман встречает и верстушка из этой вертушки снова. Ряна Джоджо и Тиана Сарагова на ваших экранах. Также они представляют клуб Ахмат, но подмечают своих коллег, скажем так. Ряна Джоджо и Тиана Сарагова на ваших экранах. Ряна Джоджо и Тиана Сарагова на ваших экранах. Все идет хорошо, слушай меня, все в порядке. В принципе, все, что делает сейчас Алексей Полкотников. Угол его устраивает. Да, действительно, очень здорово действовал в первом раунде Полкотников. Если брать, наверное, последнюю минуту, где уже Жамалдаеву начали появляться какие-то возможности. И он начал выбирать ключи сопернику. Завелся, завелся Жамалдаев. Это видно. Он очень активничает. Сам пропускает, но при этом все равно попадает. Более настырно идет вперед. Вот этот Салман Жамалдаев, я думаю, что более знаком болельщикам, который идет вперед, несмотря ни на что. Ну, этого и ждут от него, конечно, болельщики, которые находятся сейчас в зале в городе Грознов. Хороший оверхенд и тут же отвечает очень опасно полкотников. Но перкотом стал приближаться опять с ударами, не просто наскакивать. И опять попадает благодаря этому лоу-пик от Жамалдаева. Слюет право и тут же смещается в сторону. Хорошие сборные атака с левой. Слюет право Салман Жамалдаев, соперника. Уже покраснение появляется у Полкутникова. И сам попадает и опять продолжает идти вперед. Все более на встречных курсах начинает происходить этот поединок. Попытка прохода от Салмана. Пока сдерживает натиск соперника Алексей Полкутников. Вот так! Еще второй темп и забирает спину. Не до конца, правда. Продолжает контролировать колено. По задней поверхности бедра наносит он удары. Оттаскивает от сетки Полкутникова, чтобы не дать ему возможность подняться. Еще одно темп и забирать колено. Схватится за сетку. Стаскивает. еще одно колено повторяет раз за разом салман удары пока позади поверхности бедра они кажутся вроде бы не самые опасные на самом-то деле да наслаиваются да вот эти удары не дает о себе знать воли могут посмотрите какое покраснение у алексей полпутникова да а левой ноги еще последние до логика кричат из угла алексея полпутникова что может вы слышите сушит бой жамалдаев и это собственно говоря призыв к алексея для того чтобы тот был более активен жамалдаев пока очень упрямо действует и занимает доминирующую позицию располагается сверху работает коленями уже сколько ударов и потихоньку знаете из угла соперника он приближается в свой угол лучше слышит своих секундантов видимо все-таки удалось до конца провести этот тейкдаун салману жамалдаеву пока что развитие не видим только контроль мою голову посоветует салман жамалдаеву снова разворачивается на исходную что называется позиции позицию которую больше чем больше часть времени этого раунда находится спортсменов или поднимается полпутников но ненадолго или и удалось уронить его прихватывает таксетку потом вспоминает что нельзя этого делать алексей очень тяжело выбраться из этого тяжелого захвата просят проснуть руку для того чтобы развернуться алексея полпутникова пока немного патовая ситуация для алексея потому как он не может вывернуться а колени просто сыпется вместе с секундомером каждую секунду полпутников видимо показывает говорит рефери сделать что-нибудь поднимина нет никакого развития может быть может быть что-то другое салман жамалдаев пока честно не демонстрирует какие-то удары именно в голову спокойно работает по бедрам не разжимает захват таким образом не рискует и в общем наверное правильно для себя доводит этот раунд хорошая атака на выходе двойную задвигался задвигался салман вот эти вот удар они все-таки не прошли бесследно естественно не дали на хотя у полпутников как раз таки той ногой по которым сейчас множество каудару попросил таковал подходит к концу второй раунд попытался разгрузить вокруг себя под самый занавес опять вертушку с локтя чтобы попасть полпутников но опять немного не хватило времени ну что ж смотрим мы основные эпизоды были они достаточно яркие ну вот концовка была более вязкой здесь салман жамалдаев взялся за свою позицию в которой не было особой активности но доминирование было и вот то как сейчас будет проходить третий отрезок достаточно любопытно напоминаю друзья эйсей 112 мы смотрим противостояние между алексеем полпутников и салманом жамалдаевым есть уже повреждение на лице и у того и у другого просняло лицо и подбит глаз и по моему сломен нос как мы говорили у салмана жамалдаева и подсказывает у главы алексея полпутникова действуется грамотнее его и хорошо сейчас встречается салман жамалдаев соперника добавляет по сравнению с первым раунд и прибавил во втором посмотрим как будет действовать салман раундом номер три определяющих отрезок безусловно и ищет возможность алексей не может пока попасть постоянно двигающегося жамалдаева который явно добавил передвижение посмотрите вот сразу же удары летят в общем-то в пустоту или просто не достает алексей здесь на сближение опасен этот и другой неплохо есть точнее вновь был алексей опять за счет передвижения салман жамалдаев избегает вот таких неприятных попаданий а здесь здорово сместился отлично попадают полпутников с левой просто по корпусу поработать алексея полпутникова хорошего кик высекающий под ближнюю ногу здорово здорово подвернул алексей и пытался отвечать но вовремя спустится жамалдаев и тяжелее и тяжелее все становится передвигаться салманова и в размены вот такие больше и чаще запускают друг друга оппоненты и тягут большую часть этого раунда полпутников на цели сразу же решила от соперника салман жамалдаев избежали последствий большой физической массы как раз сделать преимущество для салманов он очень здорово уходит здорово передвигается но не забивается заливать это но при этом хороший право на право отвечает бойцы еще еще приближается полпутников пытается пробить и справа заряжать жамалдаев не очень точен полпутников просит его отойти от сетки здесь завязывается они плинч не попадает запрещенное место сама замолдает восстанавливается восстанавливается алексей тем временем слышит подсказки от своего угла просят пить не пить ниже понимаете очень высоко держит всегда руки салман жамалдаев я думаю что на это не делал ставку главы абсолютно обоснованно это делают вновь за руба в центре едва не выскакивает капа у полпутникова на обратный заправил хорошо такое ощущение что салман пошел головой на него на этот удар навстречу и хорошо сейчас заряжает сам жамалдаев слева но и тут же его тоже закупили а только перевода защищался попутников очень здорово и опять из ближней дистанции и колено колено да шикарно попутникова естественно жамалдаеву нужно попытаться работает работает здесь по корпусу очень хорошо пробивает хорошо пробивает попутника и видел он эти поднятые руки обоюдно джеб очень опасного на тяжко хорошо работают а алексей здесь из клинча внутри опять невидимым образом так проверяет солнечное сплетение опять хорошее передвижение салмана здесь на сближение с вами валите здорово очень точно туда отвечает полкутников очень непростой поединок полкутников двойка еще колено добавляет алексей слева попадает тяжелую рк также все таки физически готов полкутников продолжает пить очень тяжело и при этом не выглянет уставшим да хотя казалось бы что во втором раунде он уже подсел но нет очень свеж продолжает атаковать первым номером действует салмана а салмана удача садил полкутникова да я такие тэнкдаун засчитываются или нет попытаюсь салмана салмана завершается этот поединок и мы ждем вердикта в очень непростой бой для боевых соперников и для студии доеда в том числе 100% как всегда очень много ожиданий будет очень много разочарований но то что в техническом плане выдали очень напряженный бой парни это стоит отметить боевые на острове действовали но здесь полкутников выглядит несколько предпочтительно и в целом тяжелее бьет будут смотреть на многие параметры на урон на лице на активность давления попадания и прочее 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 и 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 из-за травмы руки. Я топового, хорошего даже уровня бойца выиграл. Почему? Конечно, я думаю, что это бой. Хочешь обратиться к лиге и непосредственно к своему сопернику? Сейчас мой друг, правда, Хазбуллаев будет драться за титул. У нас очень близкие отношения. Раньше тоже были у нас такие отношения со ним. Но я в этом бою буду за него болеть, так как он мой, нашему клубу и мой близкий друг. Посмотрим, без разницы, кто из них поезд заберет, но я готов, чтобы он драться. Еще раз поздравляю с победой Салва.